Всем привет, с вами Фрайтс, и мы продолжаем проходить с новым Д'Арк. В прошлой серии остановились на вот этом моменте. Мы отдали лекарство Зверолову, посмотрели легенду. И теперь нам нужно выдвигаться до охотничьего домика и забрать копьё. Я тут повыбрасывал, то есть, ну, положил в шкаф всё, что не нужно, но всё равно тут нагруженность большая. Кстати, тут карты есть. Так, значит, сейчас пойдём. Пойдём до этого легендарного копья и при помощи него убьём этого медведя. Пришёл, короче, заглянуть на вот эту вот вышку. Или как она там называется? А, наблюдательный пункт. Ну, по факту то же самое. Тут мостики стоят. Чтобы не упасть с оградой. Посмотрим, что есть на этой вышке. Так. Тут вокруг что-нибудь есть? Вроде... Вроде ничего. Значит, внутрь заходим. А, тут даже без прогрузки, то есть, тут просто входишь и всё. Это хорошо. Так, ботинки мы сейчас разберём на кожу. И будет у нас кожа. Здесь, кстати, очень много этих наборов шитья. Их просто девать некуда. Ткань. Мыльница с мылом. Скамейку разобрать можно. Так, чё у нас тут свининка. Вот, ещё набор. Тут просто два набора для шитья в одном доме. Это вообще, это нормально? Ай, зачем я это взял? Надо выбросить, а то слишком, слишком много груза. Что тут вообще есть? Носки. Носки, говядинка. О, записка. Ага, на ней что-то там отмечено. Тайник. Коробочка. А я могу взять? Сейф. Ключ от сейфа Хэнка. Где его взять? Так, ладно. Сейчас разберём тогда эти ботинки на кожу и поспим. Вот эти вот. А что у меня ещё есть? А, ещё одни носки. Они вообще вот эти много дают? Ну да, они дают. Нормально так. Ладно, на ткань порвём. И будет у нас ещё дофига ткани. Часов восемь поспать. Нормально, думаю, будет. Ой, сейчас мы же пить будем хотеть. Ой. Как... Как... Как не знаю кто. Да. Пить хочет. А, у меня же газировка есть, точно. Которая мне не особо это и нужна. И 250 грамм весит. И как выйти? Что за технология? Так, теперь я вот сюда вот на лесозагразительную стоянку пришёл. Здесь домик стоит. Посмотрим, что в них есть. Так, ничего не видно. Фонаре у меня пусто. Где тут топливо вообще найти можно? Так, что-то есть. Рабочие штаны. Хорошо. Футболка. Это не будем браться, это не будем. Вот это возьмём. Так, чё ещё? Батончик. Спички надолго не хватает так-то особо. Ну, это лучше, чем ничего, конечно. Опять набор для шести. Сколько их тут вообще есть? Я уже их просто собирать-то задолбался немного. Так, что здесь ещё? Старая шпа... А, его нельзя взять, его можно разрушить просто, и всё. Я здесь ничего не пропустил. А, ещё ящик. Где он тут? Ещё один ящик. Опять, спички. Что мне с этими спичками делать? У меня и так спичек некуда девать. Костры я не развожу. И печка. Печка-то... Вот это полено, оно что-то, ну, такое себе. Я вроде читал на Вики. Оно даёт очень мало тепла, но зато... ...время горения... ...б... там... ...большое. А, это прицеп. Ого! Тут есть топливо. Это хорошо. Вот, теперь нормально. Парка. Газировочка, персики. Офер. А, вон ещё канистра. С топливом. Сколько тут? Полтора литра. Да не, литр в семьсотом почти. Это много. Книжка обычная. Или револьвер, патроны. А где тут револьвер взять? У меня даже револьвера нету-то. У меня есть это обычное охотничье рожьё. А я сколько у меня еды... Нужно что-нибудь взять и съесть. Я же могу и открыть? Да, могу в темноте. Так, это мы съели, и банку собрали. Капец, у меня вот эти швейных наборов. Повыбрасываю их-то и всё. Что тут выкинуть? Вот этот выкину. А то у него прочности маловато, и... Он мне не нужен уже. Тут ничего нету. Ну, значит, это тут больше всё. В следующий пойдём. Так, вот этот. Заперто. А где я его возьму? Плючик-то этот. Это не открывается. Так, я пришёл на озеро. Пришёл тоже побывать. Посмотрим, что есть в домиках. Вот первый дом. Ага, тут есть прорубь. Рыбу ловить. Прямо из домика. Удобно. Сидишь в тепле, ловишь рыбу. Главное, чтобы лёд не растаял. Под этим домиком. А то растает лёд, и всё. Айё, там ещё дома есть? Ещё и ещё. Долго мы, конечно, это обыскивать будем. Так, тут что? Ткань. Ничего нету. А, нет, есть металлоломный и газировка. Ещё газировка. А это что? Блин, а я в том домике вроде не посмотрел вот сюда. Что это? Охотничий нож. Нифига себе. Полкило весит. Но он получше будет вот этого. Ладно, вот это выбросим. Теперь у нас нож нормальный есть. Потом, кстати, попробуем ещё порыбачить. Так, вот я уже к домикам подошёл. Ага, закрыто. Нужен ключ. Домик озера номер два. А как в этот пройти? А, тут открыто. Что же может быть тут? Так. Супчик. Бумажки. Опять набор на шите. Сколько их можно тут? Сколько их вообще тут? На этой локации. Так, что я тут у нас? Короче, припасы найдём. Попозже, ещё один набор. Куда столько наборов? Что с ними делать? У меня столько одежды даже нету. Чтобы её чинить. Здесь вроде бы всё. Теперь пойдём к следующему домику. А, этот домик разрушен. Это, получается, надо теперь всё обходить. Еловая дырва. Так, подпихиваем. Мой газировочка есть. Уже персонаж спать хочет. Максимальная нагрузка уменьшилась. Так, ещё к одним домикам дошёл. В смысле? А, подожди, у меня ключ, что ли, есть? Не понял. Уходи, у меня ключ есть. А, это не то. Где у меня тут? Это не то. Это вообще не то. А, вот. Ключ. От домика в озер номер 3. Когда я его нашёл, уже не помню. Еда. Манго, сардины и свининка. Факела лежат. Что это? Так, это мы брать не будем. Газировочка. Ё-моё, чё он его затушил? Э-э-э. Затушил. Как открыть? Мусорка эта. У нее пусто. Тут тоже ничего. И чё, это всё? А, тут банка кофе есть. И контейнер. Горючие, лыжные перчатки, которые мне не нужны, потому что у меня уже одни есть. И носки, которые тоже не нужны. А что здесь ещё есть? Вот этот домик есть. О-о-о-о, нифига себе тут. Сундук стоит, аптечка, и даже... Тонкий шостяно-свитер, но это ерунда полная тоже. Шапка не нужна. Вот в мусорке что есть. Рюксак даже есть. Чё ещё есть? И что, это всё? И здесь ещё что-то есть. А что эта шапка даёт? Сколько она там вообще даёт особо-то так? Посмотрим. А, ну нормально. Вот это тогда выбросим лишнюю. Ну и всё, здесь больше ничего интересного нету. Здесь мы были. И куда дальше идти? Вот урбак. А не, это камень? Серьёзно? Я вот сейчас наполню всерьёз и подумал, что это человек. Вот я ещё один домик нашёл. Это тоже с дверью, кстати. О, хорошо, закрываться тут всякие хищники от ветра. Закрылся и сидишь спокойно. Боржевый кутопишь. И чё здесь, больше ничего нету? Здесь я ещё домик нашёл. А, здесь ключ нужен. Ладно, тогда я к тому домику пойдём. Тут что? Перчатки водительские. Опа, крючок. Вот крючок нужен. Зачем здесь нужна вода? Если по факту вот вода есть в проруби. Чистая. У нас же там, по идее, в проруби чистая должна быть. Это, кстати, тоже без двери. Здесь один только с дверью. Так, вот я ещё нашёл. Вот этот домик. А тут рядом труп. Что у него есть? Ооо, вот это хорошо. Ключ от домика, озеро номер два. Где здесь? Патроны, газировка. Так, что у меня с кнопкой опять? Кнопка опять как-то глючит немного. Так. Тут есть капкан. Ящик. Ну, вроде всё. И тут рядом ещё грибы. Ой, не грибы, а шиповник. А я перегружен. Сколько там? Я 15 килов всего могу носить. Капец. Надо сейчас поесть что-нибудь и поспать. Как раз вес сброшу лишний. Так, тут метель какая-то началась. Попробую переждать. Метель прямо очень сильная. Сейчас пойду, короче, тогда отсюда к тайнику. Как раз тут недалеко. Ну и где этот тайник? А, мы ещё не дошли. Да, в такую погоду-то на улицу ходить. Это ваша вообще смерть. А, тут пещера какая-то. А, это не пещера. Это просто... А, не, всё-таки пещера. Пещера Алана. Ну вот. А, да, реально пещера. А, вон и тайник. Все тайники это вот такие коробочки. Ну, как всегда, армейский ирб. Вода. Кофе. И это всё, это весь тайник. Ради этого мы сюда шли. Ещё один тайник здесь. Здесь. Офигеть, ещё два тайника есть. Да, который далеко. Но у меня, в принципе, есть, кстати, ключик. Ключик от этого. От домика на озере. Номер два. Номер же два, да? Да. Да. Пойдём к нему сейчас. В общем, я тут ещё сейчас поспал, костёр развёл. И у меня тут плюс пять кило, кстати. Сытость. Вот, мне появилось вот это вот. Причина еда и питьё. Вы уже 72 часа не испытывали ни намёка на голод. Благодаря этому вы полны сил и можете нести дополнительный вес. Вы готовы к любым испытаниям. Состояние вашего здоровья улучшилось. Хорошо. Теперь мы можем вес больше носить. Это вообще прекрасно. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Ого, нифига себе комнатка. Две кровати. А что это, берцы? У меня почему-то не записывается звук игры, но я вроде поправил. Так, армейские штаны. 750 грамм, кстати, весит. Опять. Набор дошитья, вот сколько их тут? Раз кровать, два кровать, три кровать. Спи где хочешь. Обезболивающим мы, в принципе, не пользуемся. Мертвый сезон, что тут? Ага. Берцы, ну такие себе. То есть они как бы, ну прочные, но от холода защищают... Опа, повязочка. Вторая уже. Починить бы... Ай, ладно. Или почини сейчас. Ай, ладно. Сейчас починю. Но потом откладывать как-то не хочется. Зашибись. Здесь ещё что-нибудь надо починить? Остальное вроде как нормально. Ага. Сейчас вот эти, кстати... Неплохие, возможно, будут. Армейские штаны. Рабочие штаны висит полтора килограмма. Нифига себе. Ладно, давайте их починим, посмотрим, что они дадут там. Лучше или хуже. Ого. Ого. Плюс 2 градуса. Ну они, кстати, хорошие такие. Ничего. Штанишки. Когда вот это мы... На ткань... И вот эти тоже на ткань. Чтоб много не весили. Но остальное вроде тут особо-то чинить не надо. Сколько у меня наборов для шитья? Четыре штуки. Куда мне столько? Варежки нам не нужны. Варежки, брёвнышки. Надо бы поспать. Сейчас ночью пойдём. Ой. Так, отлично. Ну теперь, я думаю, уже... Куда? Пойдём как раз за копьём. Решил к тайничку. Труд серьёзно. В тайнике. Я думаю, что я буду использовать это. Короче, набор какого-то... Разводивщика костров. И ещё и персики вдобавок. Так, вот я в одинокой топе уже. Тут ограждение какое-то. Кстати, смотрите, что нашёл. Шёл тут по льду, и тут... Оба! Предупреждение, что лёд тонкий. Прикольно. То есть мы можем, типа, провалиться под него. Вагончик нашёл. Что-то есть. Брандспойт. Это рюкзачок. Вон книжка какая-то. Вот, патрончики нам нужны. Бах-ба-бах! Продвинутое руководство. Набор советов и технических рекомендаций по стрельбе из-за гнестрельного оружия. А, ну тут то же самое. Прикольно. Бах-ба-бах. Так и назвали. Сократить популяцию волков. Установить баланс экосистемы. Да, чё-то волков, походу, реально много развелось. Уголька возьмём. Ткань. Ещё уголь. Так вот это возьмём. И металлолом одну штуку. А, две штуки. Мы перегружены, но... Как-то всё равно. Ну вот и выход. Так, всё, мы в следующей локации. А, здесь ещё выше горы. А тут у нас оползень. Тупичок, придётся обходить. Так, я обошёл, короче, вот этот оползень. Теперь двигаемся дальше. Вот двигатель локомотива. Лесенка. Туда-сюда. Прикольно. Так и что... Тут можно зайти? А, в него нельзя зайти. А вот тут ещё один. А вот в него можно зайти, кстати. Шарф. Так, спички возьмём. Конечно, у нас их так дофига. Девать некуда. Выходим. Твоё, медведь. Опять. Оу, шарф. Ой. Хотелось мне что-то сделать. Чё, он прокинул целый локомотив? Точнее, двигатель сам вот этот. Смотри. А вот эти локомотивы. Что там, северное сияние? И фонарь заработал. Правда, мерсает. Костёр. Это кемпфайр? Да, возможно, опять этот старик будет как обычно, да? Как ты ему его зовут? Муфу Саил. Здорово. Ты опять? Как идет война, мой друг? Эээ... В война? В война между человеком и nature, конечно. Львы и небо. Ты и беда. Это холодно. Гандинка. В дурноеagе сия надеется. Ты страшна за беда? Были там беда, когда я ricчала тебя. Может быть, бездав duplicuerdo его оurope. С слушай, Костой д registрировался за чернадцать. Ни следует... Ты чувствуешь что-то будет замперradas вами trayд� opposition? Сонне в Foundation... remember I said they were a reckoning powering the lights around us now you see this can't be it doesn't make sense it doesn't make sense and yet it has happened so, this is some kind of recurring aurora borealis possibly and it's affecting the electricity power and everything dependent on it and animating it or destroying it perhaps both and you knew this was common no but it was only a matter of time this has all happened before I've had a lot of trouble with wildlife lately is it always this dangerous around here I've seen many strange things of course but the birds and beasts their rhythms are their own meaning the patterns of nature have been interrupted broken even those who once knew how to read them are now confused what do you think spooking the wildlife I can't say for sure but the lights in the sky may hold the answer so you think the aurora is influencing the wildlife to there is much in nature that weak and should understand would it be so strange how to read them by the way you can't escape the camera from the bottom of the camera I'm surprised all the way to Да, серия, наверное, чувствую, затянется. Однако радио всё равно не работает. Так, я уже на ремонтной площадке решил заглянуть. Посмотрим, что здесь есть. Энергетический батончик в этой цветке. У горшки. Оба, а тут ножовочка, которая нам так нужна. Походит для распиливания металла. Хорошо. Оба, компьютер заработал. Что у нас здесь, северное сияние, компьютер? А, я им воспользоваться не могу. Хотя бумажка. Ага, огни в небе влияют на работу машин. Ну так Мафусаил уже нам и сказал. Что, типа, северное сияние дает электричество. Каким-то образом. Ай-й-й, нифига себе тут в ремонтном цехе. Светодискотека. Всё мерцает. Я, кстати, вот тут... Этот, какую-то печку нашёл. Кузнечный горн. Видимо, в нём что-то... Температура... Всё. Требуемая температура в гарнире 150 градусов Цельсия. А, ну его надо, получается, разжечь и это всё. Чтоб нагрелось. Качественные инструменты? Ну... Пригодится, да, да... Не понял. Что со светом? А. Тяжёлый молнив. Сколько? Два кило весит. Для работы с металлом. Ну вот как раз, да, возле этого горнила лежит. Крекеры лежат. Взял. Здесь подел что-нибудь. Поел крекеров. Удобно. Посмотрю, короче, что здесь есть. Опа, записочка. Ага. Ботиночки рабочие. Ну, весит, правда, полтора кило. Посмотрим, что они там... Ну, я думаю, они там особо так-то ничего не дают. Всё-таки наши ботинки, наверное, будут получше. Ну да, ну... Даже прочность тут 50%. Но всё равно такое себе. Так что выкинем лучше. А то полтора кило занимать место не хочется. Ладно, уже вышел. Там, забрал две вещи, которые нашёл. И теперь, получается, надо уже идти к вот этому дому. Нашёл ещё тут охотничью засидку. Вот здесь. А здесь только капкан. Который мне как бы не нужен. А вот и пещера. Тоже вон недалеко, где-то. Вон эта засидка. А тут рядом пещерка. Дрова. Ещё, по-видимому, должен быть уголь или нет. Походу, нету. Я уже вот к этим дверям пришёл. Мостик, вот. А тут вот это вот озеро. Там справа будет засидка. Значит, входим. Закрываем за собой обязательно, чтобы всякие медведи тут... Здесь не шастали. И идём к дому. Вот я уже возле... К домику пришёл. А тут записка. Записка от уроки. Ага, понятно. Понятно, что ничего не понятно. Значит, заходим в дом. Тайник. Ну, как обычно. Тайники, тайники, тайники. Тайники. Теперь, чтобы найти это копьё. Сломанное копьё для охоты на медведя. Да, досталось копьё. Сломанное копьё для охоты на медведя. Смысель. Схема разблокирована. Острёё копья. Починить. Копьё. А, горн... Горн мы видели в этом. Вот здесь, да. Галаргия. Да, вот здесь, там мы были. А мы бегать не можем. Опа, телефон зазвонил. Где он? А где телефон? Я сейчас ничего не понял. А, вот телефонная будка. И что? Открыть, закрыть. Так, телефон-то сам взять нельзя. Оп, а сундучок. А в сундучке... А в сундучке... Теперь в подвал. Чё-то у нас в подвале есть. Фонарик. Римба. Что с рукой? Там он фонарик держал как-то непонятно. Он его держал, но при этом не держал. А фонарик, он же... Работать будет? А, батарейки нету. А где батарейки взять? Где-то надо будет найти батарейки. Патрон. Это что? Набор для чистки от нестрельного оружия. Прикольно. Так, это что? Рукавицы. Возможно, мне придётся разбивать эту серию на две. О, карта лесных ораторов. Тайник лесных ораторов. Ремонтная площадка. А, нифига себе. И тут тайник. Надо будет вот это забрать по пути и... Вот сюда потом. А трос нам... А для чего нам трос? Где мы здесь цепляться будем? Фактильные ракеты нам тоже зачем? Что? Три тайника лесных ораторов? Нифига себе. Как я это искать буду? Не, ну, искать-то это понятно. Ну, просто... Не само искать, а идти до тайников. Это долго. Хотя, я думаю, как раз по пути и заберём. Так, первый тайник есть. Что это? Поношенные унты. Сделаем просто традиционную область охотников. Кожи из них помогут вам согреться и не помешать ходьбе. Нифига. Книга. Опа. Бумки. Это что? Понятно. Секретный бункер? Каким образом я его найду? Я даже не знаю. Секретный бункер. Его вообще как искать? Тайник, тайник. Деятельность лесных ораторов. Одинокая топи. Ты что? А-а-а! Можно открыть только во время северного сияния. И он находится в одинокой топе. То есть, а мы щас... Мы щас где? А, это загадочное озеро. Потом идёт... Подожди, я запутался. Сначала идёт загадочное озеро, потом одинокая топь, и потом мы уже попадаем на разбитую железную дорогу. То есть, нам нужно... Ай-ё-о! Это же так далеко! Три радиовышки есть. Семейская ферма старого Спенса. Ладно, давайте тогда за следующим тайником. Опа, второй тайник. Что в нём? Спички, горючая... Кепка. В такую погоду... Это, мне кажется, не лучший вариант. Вот я уже в ремонтном цеху. Сейчас ремонтировать будем. Будем ремонтировать наше копьё. Легендарное. И потом этим копьём мы... Походу, медведя убьём, что ли? Походу, так. И что нам надо? Ай! Можно даже самодельное изготавливать. Давайте сейчас разведём, так разведём. Значит, Деван. И что? Эээ, так там до 3 минуты плюс 1 градус. 170 градусов? Что? Так, а что мне надо? Тяжёлый молот. А, так вот для чего он... А что я вообще здесь могу? Только стрел копья могу сделать. Ни фига себе копьё. Ни фига себе копьё. Копьё, так копьё. Здесь можно готовить еду. Эээ, прикольно. А, самодельный топор. А для чего нужен самодельный топор? 175 грамм весит. Зачем нужен... Зачем нужен самодельный топор, если его... Есть. Где? Вот есть топор. Он весит полтора килограмма всего. Ну, на этом, наверное, серию уже закончим. Всем удачи. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.